Постфактум. На презентацию фильма расследования убийства Павла о трагической гибели журналиста Павла Шеремета наконец-то отреагировали правоохранители. Напомню, авторы расследования заявляли о том, что действующее руководство силовиков и в первую очередь МВД отказывалось давать комментарии, несмотря на приглашение, не появились на премьере этого фильма. Зато сегодня силовики оказались более разговорчивыми. Что в очередной раз они пообещали, расскажут наши корреспонденты. Презентация фильма расследования убийства Павла о гибели журналиста Павла Шеремета вызвала широкий общественный резонанс. Как выяснили журналисты, в ходе расследования один из тех, кто посещал место трагедии до убийства, возможно, является бывшим сотрудником СБУ. В прислужбе СБУ информацию об Игоре Устименко уже после выхода фильма подтвердили и заявили при этом, что он был уволен еще в 2014-м. В МВД тоже отреагировали постфактум. Дескать, Игоря Устименко вызовут на допрос. Вручили ли ему повестку, пока неизвестно. При этом в министерстве не отрицают того, что силовикам неизвестно местонахождение бывшего СБУшника. Кроме него, интерес у следствия вызвали и авторы фильма. Напомним, что ни один представитель правоохранительных органов не пришел вчера на презентацию фильма «Убийство Павла». То же самое на сайте министерства заявил и главный полицейский страны Сергей Князев. Со времени убийства Павла Шеремета прошло почти 10 месяцев. За это время в стенах МВД прозвучало уже не одно громкое заявление и обещание найти исполнителей и заказчиков преступления. Однако коллеги Павла, работающие над фильмом, считают, что расследование не сдвинулось с места ни на йоту. По-прежнему следствие 5 версий, то есть они за год, к сожалению, не продвинулись к установлению не то чтобы исполнителей и заказчиков хотя бы какого-то основного мотива. Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля прошлого года. Он был оппозиционным журналистом, ранее работал в Белоруссии и России. А последние 5 лет прожил в Киеве. Работал в интернет-издании «Украинская правда». Коллеги Павла не просто надеются, а требуют от полиции, чтобы убийство не стало вторым делом Гангадзе. Диана Клочко, Александр Васильченко. Подробности. Телеканал Интер.